Перестал удивляться, когда речь заходит об одесских архитекторах. Понимаешь, что среди них могут быть не только чертежники, но таких, вероятно, мало, а главное, они незаметны. Остальная масса, определивших себя такой профессии, производит тягостное впечатление. Ну что было ожидать очередного заседания градостроительного совета? Правильно, догадываетесь, собрались узаконить то, что надо было рассматривать как минимум год назад, причем при участии общественности, включая, между прочим, в ряды рядовых граждан специалистов из сферы народного образования или по-простому учителей. Когда у нас торжественно закладывали церковно-приходскую школу? Около года назад. Когда у нас утвердили проект этой самой школы? На последнем заседании градостроительного совета. Теперь представьте себе, что вы не Сергей Васильевич Кивалов, знаменитый юрист, глава профильного парламентского комитета, представитель страны Венецианской комиссии, а к тому же еще президент Национального университета Одесской юридической академии. Вы приходите на понравившийся вашим глазам участок земли, призываете строителей и начинаете рыть фундамент, а потом возводить стены. Что в таких случаях ожидает инициатора самодеятельности? Как минимум приезд работников прокуратуры, а дальше и представить страшно, потому, как учат в Национальном университете Одесская юридическая академия, закон превыше всего, а его нарушителей ожидает неминуемое и вполне справедливое наказание. Мне кто-нибудь внятно может объяснить, почему все перечисленные действия не произошли в этом случае. Как могло так произойти, что строительство началось без утвержденного проекта, отведения земли и прочих необходимых по закону формальностей? Заранее предупреждаю, я не говорю сейчас о предназначении школы. Упрекать меня в безбожии бессмысленно. Речь веду о тех необходимых формальностях, нарушения коих карается по закону, о чем учат во все той же Национальном университете Одесская юридическая академия. Не собираюсь строить какие-то конспиративные версии и рассуждать о силе и влиянии Сергея Васильевича. Просто хочу получить внятный ответ на простой вопрос. Почему одним нельзя, а другим можно? Если существует в законодательстве какая-то неизвестная мне заковыка, о которой не подозревают даже юристы, то откройте нам, обывателям, тайну такой вот заковыки. И мы успокоимся. Иначе у многих появляется желание действовать по схеме, выписанной в засекреченной части украинского законодательства. И тогда страшно представить, что нас всех ожидает. Кто-то начнет коситься в сторону соседского жилья. А кому-то вдруг понравится ваш курень на берегу моря. И все эти завистники начнут проявлять упомянутую самодеятельность не только в мечтах, но и в реальности. Ну а о проекте скажу так. Нетрудно представить, что 600 учеников церковно-приходской школы имеют богатых родителей. И потому все крики архитекторов о якобы возможном транспортном коллапсе в этом районе преувеличены. Но откуда у таких семей лимузины? Дай им бог денег на кусок хлеба и, увы, без колбасы и масла. А вы – машины! Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова